Выприми спину, разорви этот кокон, измени мир, тебя ждут за порогом. Стрижка под мальчика и даже рифмы мужские, но в презентационном ролике героиня, и это придумал режиссер. Хотя в первоисточнике сценариста главный парень-подросток. Сам пишет текста, а именно так называют рэперы свою поэзию, и готовится к рэп-батлу. Мало того, что ты это должен сочинить, тебе потом это предъявлять сверстникам. Ты должен стоять в толпе сверстников, краснее, бледнее. Вот этот текст мучительно сочиненный им выдавать, это большой труд творческий. И я подумала, что это стоит того, чтобы показать, чтобы люди увидели другую сторону этого пугающего слова рэпа. Киносценарий российский Минкульт утвердил еще весной. Для Валерии Задиреевой работа с полным метром первая, и сразу удача сценарий взяли. В столице Ростовчанка уже семь лет, и за это время бывший журналист окончила Московскую школу кино, поработала редактором телепрограммы «Галилео» и стала соавтором сериалов «Воронина», «Психологини» и «Морозова». А затем два года пыталась пристроить свой новый сценарий. У меня была курсовая работа написать адаптацию к сказке «Черная курица» и подземные жители. Но когда я начала писать, как-то сказка куда-то делась, появилась современная реальность. Собственно, от нее осталось только то, что есть мальчик, у мальчика есть тайна, тайный друг. Магия чисел, время плавно меняет даты. Каждая крыса знает, что прибудет время расплата. А сказочная чернушка вдруг стала дроздом на аватарке виртуального друга. Кто и что он уже интригует. Семейную картину «Зови меня, Дрозд» снимет Павел Мерзоев, а спродюсирует Юрий Обухов. В конце 70-х он работал над фильмом «Когда я стану великаном» с юным Михаилом Ефремовым. Творческий коллектив уже обсуждает детали и готовится к съемкам. И придумывать можно везде. Ты едешь куда-нибудь, и у тебя уже стеклянный взгляд, потому что ты услышал диалог и подумал, как классный персонаж, куда мне его засунуть. И ты поэтому все время немножко в этой профессии. «Зови меня, Дрозд». Юлия Сурикова, Дон-24, Москва, Ростов-на-Дону.